Свет, как понять, как ты считаешь? Некоторые симптомы просто раздражают, другие же откровенно опасны. Одни из них решить относительно легко, другие весьма резистентны. Ну, смотри, там же длинное получается предложение. Давай его покороче. Одни симптомы решить относительно легко, другие весьма резистентны. Как понять? Симптомы резистентны, что ты не понимаешь? Устойчивы. То есть, они постоянные и, допустим, постоянная аллергия. Думаешь, ну, она, наверное, постоянная, потому что это типа генетически. А на самом деле аллергия, она резистентна, устойчива. То есть, постоянный, долгосрочный период времени. Ну, я так понимаю. Понятно. Но она связана, к примеру, с какой-нибудь детской травмой. Ясно. Все, понял, понял, понял. А дальше? Ну, там уже другая тема уже пошла. Вот тема. А у меня здесь, вот смотри. Получается, в путешествии героя речь идет о том, как пробудиться и открыться. Открыться на встречу тому, что несет вам жизнь. И на встречу тому, чего она ждет от вас. То есть, здесь смешали, получается, дары, которые дает нам вселенная, и раны. Не понял, еще раз, я этот, зачитал все у себя. Жить полной жизнью, значит, обращаться к свету, к тьме и владеть ими. Жить полной жизнью, значит, обращаться и к свету, и к тьме. Ну да, согласен. Везде, где есть свет, всегда будут тени. И можно было бы сказать, что чем ярче свет, чем чернее тени. То есть, получается, что чем больше рана и боль, чем больше даров, которые тебе даются... Подожди, это здесь так трактуется, что ли? Ну, я так думаю. Мы собираемся в родной степи сфокусироваться на том, что мы называем даром и раной. Ну, по-другому это вообще взято из библейских сказаний. Чем больше Господь не спосылает вам благодати, тем больше с вас будет спрашиваться. Чем больше открытий вам предоставляется и возможностей, тем больше спроса с вас. Ну, недаром же вот на Голгофе-то там, да, прощается убийцам, ворам там, да, вот. Ну, не прощается с священником. Ну, я здесь немножко не об этом. То есть, чем у человека больше ран в жизни, ну, больше его проблем, чем больше даров ему дается за это, за эти раны. Ну, да, подожди, чем больше ран, тем больше даров, не понял. Ну, я так понимаю. То есть, равно глубоко внутри каждого из нас существует рана. Да. Рана не начинается с нашей собственной жизни. Мы несем раны нашей семье, мы несем раны нашей культуре, мы несем раны всей планете. Поэтому в путешествии героя речь идет о понимании того, как позитивным образом можно установить глубокую связь между этими двумя энергиями. Раны и дарами. То есть, дары и раны. Добром и злом, светом и тьмой. Так получается. И то есть, получается, через дары, как истелить свои раны. Как жить со своим даром и как истелить раны. Через дар. Через дар. Который есть в тебе. Ну, что-то тут как-то здесь у меня попроще. Ну, давай дальше продолжаем. Продолжение следует.